Слово «Жизнь» 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 Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, мы можем произносить то, во что верим. Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю. Мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садимся там, где Господь обитает своим духом. Слава Богу, друзья, что мы знаем, в каком сезоне мы живем. Этот сезон последних дней. И поэтому сегодня я хотела бы с вами говорить о духе Ильи в последние дни. Но с учетом того, о чем мы говорили в прошлый раз. Как женщина последнего времени, как церковь, которая образ этой женщины последнего времени. И как те образы, которые искажены в истории человечества и встали совершенно в противоположной позиции. Например, дух Вавилона или блудница Вавилонская и невеста Христа. Как и Изавель, которая с коварством, контролем и оккультизмом противостоит тому, что называется просто вдовой. Вдова, которая могла принять пророка, покормить его из того, что у нее было, вот в своей простоте, в своем участии, в судьбе другого. И, по всей вероятности, получить награду пророка. Потому что об этом уже сказано в Новом Завете, но это произошло с той вдовой. И поэтому сегодня, говоря вот об этой параллеле, такого непростого, я бы сказала, героя, как Илья. Потому что он один из загадочных героев. Потому что это не просто пророк в прошлом. И если говорить о пророках, которые, допустим, писали послания для нас, оставляли книги целые. Исайя, Еремия, Иезекииль. Либо уже более малые пророки, но все равно также значимые. И Захария, и Амоса, и Авдий, и Ленаум. То есть эти пророки оставили послания. Но от пророка Ильи у нас нет посланий. У нас нет посланий, как пророческой книги. Но этот пророк через всю Библию просматривается. По крайней мере, как он появляется в Третьей книге Царств. И мы видим его противостоящим тем природам. Природам сначала того, что называется отступлением от Бога. Когда он сказал слова, что небо будет закрыто три года и шесть месяцев. Как вы думаете, эта цифра как-то к нам имеет отношение? Три года и шесть месяцев. Три с половиной года. Мы читаем об этом в Откровении. И здесь почему-то не на четыре, не на два, а на три с половиной года. Потому что этот пророк, который не умер, а вознесся. Это пророк, который явился со Христом на горе преображения и говорил о его исходе. Этот пророк, о котором упоминает Иаков, Илья был подобный нам человек, но молитвой помолился, и небо не дало дождя. Вы знаете, интересно, мы молимся о том, чтобы небо давало дождь, но пророк Илья помолился о том, чтобы небо не дало дождя. Поэтому власть закрывать и открывать небо, она присутствует у тех, которые знают, что такое дух Ильи в наши дни. И поэтому нам надо познакомиться с Ильем немножечко с другой стороны. С одной стороны, мы знаем то, что знаем, как истории, но я хочу, чтобы мы вникли несколько в саму суть вещей, потому что об этом пророке также написано в Малахии, книга последняя Ветхого Завета, где как раз сказано «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господнего Великого и Страшного». Вы знаете, что задавали Христу вопрос по поводу Иоанна, кто он? И Иисус тогда сказал, что «Я скажу вам эту тайну, что это Илья, которому должно было прийти». Но это еще не те дни, о которых написано здесь. Мы видим, что опять Илья как-то проявился в жизни Иоанна. Проявился так, что сам Иисус это засвидетельствовал. И опять же, это еще не те дни великие и страшные, как день последний, день Господень, в котором мы сейчас уже не просто приблизились, а уже живем. Поэтому вот этот вот дух Ильи или сам Илья, пророк, он не будет проявлен вне церкви, он проявляется через церковь. И поэтому те события, которые мы с вами проходим здесь, соприкасаясь с разными обстоятельствами, мы не всегда понимаем, что это как раз жизнь Ильи. Но она в нашей плоти сейчас. Она в нашей жизни сейчас проявляется в той или иной грани. И поэтому знать, как реагировать на это, мы можем, обнаружив в жизни Ильи. Что он выносил достаточно уверенно, с чем он справлялся легко и быстро, а что его стало угнетать? Итак, я пошлю к вам Илью, пророка, для наступления дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землей проклятием. Итак, дух Ильи на этой земле до сих пор действует, или это природа, это пророческая часть в том, чтобы земля не была разрушена. Проклятие — это разрушение. И тогда, когда церковь является носителем вот этой природы, то она удерживает от проклятия и разрушения экологию, от разрушения экономику, от разрушения все, что связано с политикой. Если только церковь это перестает делать, то начинает идти это разрушение в большем объеме. И если мы посмотрим на противостояние пророка Ильи и тому, что делал Ахав с Изавелью, они не только обвинили Илью в том, что не было дождя, он же помолился. Как вы думаете, если бы Бог не сказал Ильи это сделать, произошла бы этот же самый результат? То есть он был просто Божьим пророком, Божьим голосом, ему надо было сказать то, что Бог определил сделать. Но он захотел это делать через человека. И поэтому Ахав, увидев, что это сделал Илья, он на него обрушил весь свой гнев и стал его преследовать. Но об этом чуть позже, потому что мы с вами рассматриваем такие состояния, как молитва Ильи и молитва в наши дни. Потому что если мы читаем то слово, которое уже произнесла, Илья был человек, подобный нам. Я думаю, что когда мы смотрим на пророка Илью, нам не кажется, что он подобный нам. У него все-таки какие-то особенные вещи происходили в его жизни. Но тут в Новом Завете у нас есть акцент на этом. Он был подобный нам. Значит, нам важно для себя принять эту планку, ее не опускать. Подобный нам и молитвой помолился, чтобы не было дождя и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Посмотрите, друзья, как важно нам, как пророческим людям, не остановиться на полпути. Вот если бы Илья второй молитвой не помолился, где бы сейчас был Израиль? Он бы весь вымер. Но потому что был способен слышать Божий голос, и потому произнес еще молитву, и небо дало дождь. Поэтому нам важно понять, мы сейчас в каком сезоне? Закрывать небо или открывать? Как вы думаете? Конечно. Мы сейчас в сезоне небо открывать, а что-то закрывать. А что закрывать? Планы врага. Останавливать. Останавливать, потому что они рвутся раньше времени на территорию. Помните, когда-то один бесноватый сказал, что ты раньше времени пришел мучить нас? Они свое время хорошо знают. И поэтому торопятся перекрыть возможность Божьему каналу прийти. Конечно, это невозможно, нереально, потому что Господь уже конец, финиш пути определил от старта, и поэтому мы знаем, какой будет финиш этой битвы. Но в любом случае нам надо понять, что церковь последнего времени это церковь, молящаяся как Илья. Вот это нам надо услышать сейчас. Помазание на церкви как молящаяся, как Илья. Потому что у нас есть не только подобие человека. Илья был подобный нам. А у нас есть та же власть, которая была на Илье. И дух, посланный сегодня для последнего времени на церкви, чтобы церковь не молчала. Молитва – это диалог с Богом. Это не просто какие-то жалобы, это не просто выражение каких-то просьб, а это диалог, это сотрудничество, это объявление Божьих судов на дела врага, это объявление Божьей свободы на тех людей, которые оказались в капканах и так далее. То есть отделять одно от другого. И на церкви это помазание сегодня присутствует. Итак, когда мы просматриваем книгу «Откровение», там есть особенность во 2-й и 3-й главе очень много этих слов «побеждающий, побеждающий, побеждающий». Победа, она не может быть вне битвы. Победа, она всегда связана с битвой. Она связана с каким-то противостоянием. Она связана с каким-то давлением на человека. И поэтому, просматривая Феатирскую церковь, где как раз идет речь о духе Иезавели, с которым встретился Илья. И нам сегодня надо с этим тоже с вами разобраться. Итак, ангелу Феатирской церкви напиши. «Так говорит Сын Божий, у которого отче, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану». Феатир – это переводится как «врата жертвоприношения». То есть этот город носил даже название «жертвоприношение». Соответственно, у каждого города есть свое предназначение, призвание, и этот город несет свою харизму. И, соответственно, здесь тоже были те, которые приносили жертвы своим богам. И в Феатире жили христиане, которые могли просто смотреть на то, что происходит здесь, жертвоприношение, либо как-то реагировать на это. И, соответственно, есть предложение, которое мы сейчас читаем. «И ангелу Феатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого отче, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану». Когда-то мне Господь показал, что в имени, которое Он дает для конкретного города, для конкретной церкви в послании Откровения, есть ключ к решению проблемы, которая будет озвучена в этой церкви. Проблемы мы увидим чуть дальше. Но сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели. Так говорит не просто держащий семь светильников, которые там в Виферской церкви, не только у которого власть над смертью, о которой Он говорит в другой церкви, а здесь Он говорит, как очи, как пламень огненный. То есть Он точно видит, кому приносятся жертвы в этом городе, Он точно видит, кто их приносит, Он точно видит, с каким участием их приносит, приходит ли туда Божий народ на эти поклонения или нет. Как вы думаете, в нашем городе, какие жертвенники сегодня стоят? И сколько их? Я думаю, что разные жертвенники. Я думаю, что вам известна история, которая связана с Петром Первым, когда он привез сюда статую Венеры, которую достал со дна моря, затонувшего корабля. И вот он выкупил эту статую, или этот корабль, и достал его со дна, там, где он в каких-то других водах погиб. Но он получил это право достать. И когда он привез сюда эту Венеру, это было шокирующим событием для города, потому что привезли богиню сюда, чужую. И когда ее привезли, это не просто, знаете, археологические какие-то находки, то, что он сделал, это было поклонением. Он поставил эту статую и сказал всем поклониться. И все его вельможи, они кланялись этой статуе. Вот очи пламенеющие, они все это видели в нашем городе. Они это видели, и они туда проникали. И Господь говорит, да, я это видел. Но вы знаете, что сам Петр погибает от того, что наводнение пришло в город, потому что он когда-то поднял со дна моря то, что стало проклятием, а не благословением. Я сейчас ничего не имею против искусства. Я сейчас говорю о духовной составляющей того или иного явления. И потому, когда он достаточно в молодом возрасте погибает после того, как в этом наводнении получил удар и поражение болезнью, то мы видим, что очи, как пламень огненное, все видят, все знают, во все проникают. Поэтому какие жертвенники остались в нашем городе, как с ними разбираться, у нас, слава Богу, есть достаточная информация, и люди, которые этим занимаются, уже квалифицированы на то, чтобы нейтрализовать подобного рода зло. И слава Богу за это, потому что мы на самом деле знаем, потому что есть еще одна часть у этой картины, который как очи, имеющий очи, как пламень огненный, и ноги, подобно Халкаливану. То есть мы сегодня с вами являемся также его ногами, когда мы можем куда-то пойти, где-то разрушить его дела дьявольские, а где-то созидать Божью волю и правду его. И мы это делали, и ходили, и продолжаем ходить по городу нашему, по стране нашей. И слава Богу за то, что сегодня умножается число таковых делателей. Потому что это ключ, очи и ноги. Ты увидел? Пойди сделай. Не просто Бог увидел, а теперь сидит и смотрит, как дальше будет. Он говорит, ты мои руки и ноги, и ты согласился на это. Поэтому действуй, я тебе буду говорить, что и как делать. Потому что это дух Ильи, который знал, что делать и как разрушать дела дьявола. Итак, знаю твои дела, любовь, служение, веру, терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Я думаю, что это тоже для нас очень важная характеристика, жить такой сезон, когда не старыми делами мы просто похваляемся, у нас что-то было, у нас подвиги были, у нас откровения были, у нас Бог был живой, и все со словом «был». Надо сейчас. У нас Бог сегодня живой, у нас Бог сегодня действующий, и мы действуем вместе с Ним. И соответственно, когда мы дела наши творящие, они больше прежних. Пусть такая характеристика будет у нас с вами для этого времени. Но имею немного против тебя. Как вы думаете, Духа Изавели, это много или немного? Духа Изавели, как многие боятся его, как многие просто в ужасе убегают, или там кто-то скажет на другого о Духе Изавели, либо в себе его обнаружат, и в таком страхе бежит. То я хочу сказать, друзья мои, оставить первую любовь, это много или мало? Вот от того, что ты оставишь первую любовь, сдвинется светильник. А от того, что ты встретишься с Духом Изавели, говорит, немного имею против этого. Почему немного? Потому что у тебя власть с этим разобраться есть. И разобраться быстро, только надо понять, где и каким образом проявляется эта природа. Вот это надо понять, друзья. Потому что до тех пор, пока мы это не знаем, мы будем бегать, мы будем бояться, мы будем страшиться. А на самом деле это все легко разбирается, тогда, когда мы сейчас с вами увидим эти шаги. Итак, имею немного против тебя, и старайтесь эту для себя мысль удержать. Потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, и есть и доложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. Посмотрите, еще одна часть. Мне надо просто не пропустить этот дух в свою жизнь, но разбирается с ним Господь. Он говорит, я ей дал время покаяться. Соответственно, посмотрите, когда потеряна первая любовь, сдвигается светильник, как церковь, теряет свое влияние вообще. А здесь к церкви не имеет отношения. Я, говорит, с ней разберусь сам. И церковь не будет сдвинута. Церковь останется стоять полноценно. А вот этой природе я дам время покаяться. Какой природе, друзья? Контроля, манипуляций, какого-то желания проникать в чью-то судьбу, пытаться ее каким-то образом исправлять. Господь нам не дал это право делать. Он говорит, я тебе дал право наблюдать за собой. И вот в этом тебе расцветать. А все остальное, как только, вы знаете, как духа Изавели может действовать с точностью до наоборот. Там, где он присутствует, он на других может вешать эти ярлыки. Потому что это дух контроля, это дух запугивания. И сейчас мы увидим, как легко с ним расправляться, но и какая атмосфера с ним приходит. Например, вы за это время, кто из вас за этот период пандемии переболел? Вы можете сравнить по каким-то симптоматам, симптоматике определенной свои чувства, связанные просто с обычной болезнью, с простудой, и с тем, когда проходили вот эту часть. Я думаю, что из тех, что я слышала разговоров, свидетельств, просьбам молиться, это усиленное угнетение личности. Это не просто физика, а это влияние на какие-то психические процессы, это отсутствие желания бороться с болезнью, это желание опустить руки, то я хочу сказать, это Духа Изавели, присоединенный к этой природе. Каким образом? На духовном уровне это сделано. И поэтому, друзья, вот как противостать вот этим вещам, нам надо реально понимать, что тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире. И поэтому я начинаю поднимать эту природу внутри себя и не поддаваться сейчас ее влиянию, ее лжи. Поэтому это не что-то где-то, а это то, что влияет лично на твои чувства, лично на твои мысли и лично на твой выбор. Поэтому это битва лично я. Это не в общем где-то прятаться и убегать, а я начинаю ощущать, на меня идет давление, на мое призвание. Я вдруг начинаю сомневаться, точно ли у меня такое призвание, либо нет. И как только эти сомнения начинают на тебя приходить, это ее природа, природа Духа Изавели. Поэтому прогоняй, не соглашайся, потому что здесь говорит, я имею немного против тебя, потому что ты позволяешь ей говорить в твой дух, ты позволяешь ей говорить в твой разум, ты позволяешь этой природе говорить в твое призвание, я имею против тебя, потому что я проговорил к тебе и ты слушай мой голос, а не ее. И поэтому, друзья, у нас с вами есть право противостать этим вещам. И кстати, кто проходил подобные вещи за время болезни, как бы давно это не было придите прямо сегодня туда с духом который живет вас как дух великого бога и скажите там где я терпел поражение даже на какое-то время я вас возвышаю голос победителя сделайте это чтобы там у вас не было ни одного мгновения на поражение чтобы каждое мгновение который тогда ты не мог противостать высвободи эту силу божьей победы сегодня он вне времени и он первосвященник нашего исповедания и он даст там новую атмосферу которая в твоих мозгах твоей памяти произведет новую картинку потому что нам еще друзья надо будет встречаться с какими-то вещами и надо чтобы внутри у нас был уже опыт победы даже если мы где-то проиграли с богом с нашим мы можем выигрывать сейчас шаг за шагом и выигрывать то что даже было в прошлом и так друзья у нас есть власть который мы получаем здесь уже после победы вот я повергаю на одр и детей поражу смертью вам же и прочим находящимся в феатире которые не держат всего учения которые не знают так называемых глубин сатанинских сказываю что не не на не наложу на вас иного бремени видите он церковь разделяет между людьми которые соглашаются с ее природой либо не соглашаются а церковь ефесскую сказал всю сдвину сразу если не покаешься когда побеждают кто побеждает и соблюдает дела мои до конца тому дам власть над язычниками и будут постиг же злом железном как сосуды глиняные они сокрушатся как и я получил власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю имеющий ухо слышать да слышит что дух говорит церквям вы знаете когда мы имеем власть над язычниками то мы имеем власть над оккультной природой которая с язычниками тоже связана одна история которая мне вспоминается много лет назад я услышала от одного своего знакомого которого знала как человека который знаете немножечко как мне казалось казалось легковесно относился к своему христианству но это было мое такое впечатление в его юности потом много лет мы не виделись он живет другой стране и вот как-то я к нему заехала с своими родными и услышала от него потрясающую историю что он сразу получил уважение в моих глазах потому что я поняла что вообще-то у каждого бог проверяет и проводит через какие-то обстоятельства всю историю не буду рассказывать она достаточно длинная хоть и интересная ему пришлось по просьбе одного отца в своей церкви где он был на тот момент пастором встретиться с сыном этого отца который попал в оккультный мир в оккультную практику естественно отец который всю жизнь был христианином не может смотреть на то как его сын отправился в оккультизм и поэтому он попросил помощи и после некоторых моментов разговора и диалога с ним и уже даже побед определенных он этот сын получил потрясающие свидетельства от бога и тогда он говорит ну ладно я согласен что я не смог противостоять тебе но вот мой учитель вот с ним встрети а это женщина ведьма и говорит вот с ней встрети хорошо встречусь и стал молиться господи а что мне делать когда я встречусь и бог ему дал такой простой совет как только встретишься протяни руку и в момент как ты протянешь руку поздороваться и она прикоснется к этой руке вся сила которая в ней будет парализована и оставит ее и он говорит ну хорошо такое простое оружие я пойду просто поздороваюсь и он заходит в этот дом приезжает она встречает как только она увидела его глаза она побежала протягивает руку здравствуйте здравствуйте она бежит по своему дому от него убегает тому за ней бежит следом ну что ж вы такая невежливая но хоть поздоровайтесь со мной она убегает закрываете дверь и он бежит дальше и так она закрылась где-то в каком-то в какой-то кладовке потому что она реально поняла если сейчас этот человек прикоснется она лишится всего на что опиралась друзья мои вот власть над язычниками нам дана когда мы с природой сомнения можем справиться на уровне духа и завели влияющего на тебя или на меня когда мы говорим господь а ты во мне у меня власть быть чадом божьим у меня власть наступать на змеев и скорпионов и на всякую силу вражью я с этой властью иду и наступаю и говорит звезду утреннюю я тебе дам потому что это христос звезда утренняя и светлая он внутри нас и он через нас творит великие дела на этой земле и так друзья когда мы говорим о духе или и мы немножечко прикоснемся к его истории которая нам известна но я хочу отдельные фрагменты с вами просмотреть или пророк причем это написано у иисуса сына сирахова 48 стих первая вернее глава 1 стих и восстал или пророк как огонь и слово его горело как светильник вот так описана его судьба и поэтому для нас с вами жить в огне ходить в огне светить огнем и служить в огне это то что является как раз нашей природы итак 3 книга царств 12 на 19 глава где описана история ахава и изавели и или уже в завершении и пересказал ахав и изавели все что сделала или и то что он убил всех пророков мечом и послала изавель посланца к или и сказать если ты или а я изавель то пусть то и то сделает мне боги еще больше сделает если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то что сделано с душой каждого из них увидев это он стал и пошел чтобы спасти жизнь свою пришел в версавию который в иудее оставил отрока своего там а сам отошел в пустыню на день пути и придя сел под можжевелом кустом и просил смерти себе и сказал довольно уже господи возьми душу мою ибо я не лучше отцов моих посмотрите 450 пророков вааловых 400 пророков дубравных 850 противостоящих или там у жертвенника он еще даже посмеяться смог а потом сказал принесите мне четыре ведра воды и еще четыре ведра воды и еще четыре ведра воды как вы думаете цена ведра воды во время засухи какова очень высока а почему надо было двенадцать ведер вылить за каждое колено принести жертву и он приносит эту жертву и он знает что он делает он не просто заливает сейчас то чтобы показать огонь может сойти на мокрое а он тем самым говорит господь а я приносить приношу тебе жертву за каждое колено и прямо сейчас я хочу забрать из влияния оккультизма каждое колено в народе израильском и после этого сходит огонь и он убивает всех этих пророков которые сейчас только плясали весь этот день и кололи себя кольями но до этого мы знаем что или а пророк проходил через определенный голод как и все потому что он не просто произнес слова да не будет дождя он сам попал в это кстати мы молящийся мы тоже не останемся без последствий от этих молитв поэтому он помолился и получил но в то же время конечно божья помощь была дана ему и вот он послан между потоком харафом и иорданом и вы знаете я недавно услышала значение этих названий куда посадил его господь между потоком харафом и иордан хараф щель пролом означает быть разорванным в клочья разделенным на куски раздробленных в костях иордан означает опуститься вниз быть брошенным униженным опущенным обрезанным спуститься в ад или умереть для себя и вот сидит или между двумя вот этими потоками и размышляет о своей жизни но тут не просит себе смерти удивительно вот при всем том что он проходил в смерти здесь не просит а уповает на бога потому что еще влияние вот этого духа из завели не пришло он работает с учетом призвания и бог дает ему проходить чтобы стать хлебом потому что измолоченный или тот который прошел через молотило становится мукой и из этой муки можно делать хлеб и потому сегодняшняя церковь проходит разные обстоятельства и мы с вами не всегда понимаем что мы проходим а господь говорит я знаю что сегодня дух или находится на церкви и поэтому там где ты сидишь между потоками и я даю повеление ворону кормить оказывается ворон правда не на русском языке означает быть распроданным и заложенным оккупированным и превратиться в почерневшую птицу в воздухе а вот этот ворон приносит пищу когда мы проходим трудности друзья когда что-то нас продали предали а мы через это получаем какое-то подкрепление для себя и в данном случае мы видим что или получал пищу но если бы он остался там когда уже ворон не прилетал он бы вряд ли выжил поэтому всего есть свой свой срок закончился срок поток высох ворон перестал прилетать что делай дальше в сарепту иди в сарепту вдове а сарепта означает всепоедающий огонь и все это проходит илия но в результате не ропщит в результате прославляет бога и видит чудеса которые бог его сопровождает но как уже победил этих пророков валовых когда он разобрался с этими жрецами и только одно слово из завели которая послал к ней к нему и он услышал и все господь душу мою забери хватит вот как мы распознаем диет действия духа из завели когда в твоей жизни руки опускаются когда голос замолкает в правильном смысле и поэтому здесь противостать говорит вот ты противостань а дальше я разберусь с ней я разберусь с этой природой злословящих засловить злословия злословящих тебя падут на меня я разберусь с этим но ты не пропусти этот удар я дам тебе власть над язычниками потому что сегодня друзья мы ждем этого излияния на церна царство на страну на город и вот это излияние тогда когда мы берем власть над язычниками когда мы сокрушаем сосуды вот эти глиняные жезлом власти которые у нас есть и разрушаем всю его атрибутику ведь я знаю твои дела они последние лучше первых потому что то что ты делаешь сейчас она больше чем было в начале и мне важно чтобы ты совершил до конца поэтому я хочу идти с тобой и пройти в историю твоей жизни навести там порядок чтобы не остались никакая симптоматика от изовели не влияла на сегодняшний твой день победу я тебе уже подарил и победа которая победившая мир есть вера наша итак друзья лёг и заснул под можжевелым кустом и вот ангел коснулся его и сказал ему встань ешь и пей взглянул или вот у изголовья его печи печеная лепешка кувшин воды он поел напился и опять заснул что это за состояние церкви господь имеет ввиду давать нам передышки давать нам отдохнуть но при всем этом покормить покормить и есть от небесной пищи не от того что предлагает этот мир от небесной пищи и когда мы едим от его кувшина пьем от его рук едим то у нас приходит восстановление даже может быть еще хочется поспать хорошо поспи еще доколе возлюбленный угодно пусть спит но когда ты выспался тогда уже точно спать не захочется выспался а вот если выспался то следующее задание и возвратился ангел господин во второй раз коснулся его и сказал встань ешь пей ибо дальняя дорога перед тобой встал он поел напился подкрепившись тою пищи шел 40 дней 40 ночей до горы божьей харива интересно друзья что слово харив тоже значит значение его сухой пустой и разоренный 40 дней шел до места сухой пустой и разоренный но если это божья гора то лучше там оказаться почему потому что это одна из гор на который бог давал свои откровения там перед этой горой горел куст для моисея перед его призванием когда ты пришел в полное разорение своих планов ты можешь оказаться у горы харив и сказать господи а теперь я хочу услышать голос из горящего куста потому что это божья гора и если мы в боли воли божьей куда-то двигались и не поняли почему мы здесь оказались он это я знаю почему тебя сюда привел пока ты шел я что-то производил в тебе пока ты спал я работал с тобой пока ты ел от моего от моей лепешки от моего кувшина пил я производил тебе свою очищающую работу и вот теперь когда ты пуст я готов тебя заполнить и вот здесь я тебе даю задание и от и горы харив он теперь предлагает ему что-то пережить был раздирающий ветер будет нет не в этом господь было еще буря не в этом господь в тихом веяние ветра вот в этом господь и поэтому тогда когда буря проходит над твоей моей головой даже около горы харив то ты можешь теперь сказать господь а я принимаю твое тихое веяние ветра в моем духе потому что пришло время теперь не выметать а наполнять наполнять меня буря чтобы вымести а ты уже разобрался со всем моей жизни чтобы теперь пришло созидающее твое присутствие и ему бог сказал что ты здесь или он сказал возревновал я господи боге саваофи вы знаете я вижу в этом тоже для нас знаковое имя возревновал я о боге саваофи кто такой бог саваоф бог воинства сил поэтому не просто возревновал айговы ира или айговы шама или айгова шалом айгове саваофи и поэтому нам сегодня как церкви важно возревновать о боге воинства сил потому что это последняя битва это последняя война и потому я возревновала тебе и потому я был готов идти к собственному разорению в чем-то но чтобы теперь мне принять силу твоего войска чтобы теперь принять силу твоей победой твоего прорыва ибо сыны израилева оставили завет твой разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом остался я один но и моей душе ищут чтобы отнять ее вот это действие тоже духа и завели это одиночество когда ты начинаешь чувствовать себя одиноким ненужным может быть в опасности это тот же самый дух противостань ему потому что он сказал я вовеки с вами вовеки с вами и это его обещание и потому все с вами во все дни жизни до скончания века не бойся ибо я с тобою не смущайся ибо я бог твой это его обещание поэтому мы стоим на это слово и держимся за его обетование дальше следующее его посещение когда он услышал опять после землетрясения огонь но не в огне господь после огня веяния тихого ветра и там господь услышав сие или я закрыл лицо свою милостью своей вышел и стал у входа в пещеру и был к нему голос и сказал ему что-то здесь или опять тот же вопрос а кто меня сюда привел господи что ты здесь или я хочу чтобы мы задали вопрос себе а что я здесь делаю сегодня вот здесь я что делаю задать этот вопрос как я здесь оказался кто меня сюда привел кто меня присоединил к этому народу кто меня присоединил к этому столу кто меня присоединил к этой церкви кто я сделал сам выбор либо в моем сердце что-то стало мною двигать и если стала двигать то господь ты меня сюда поставил для как для какой-то цели для какой конкретно скажи мне и вы знаете если бог задает вопрос и или а тут свои какие-то переживания описывает потому что он повторяет второй раз будто бы бог прослушал он опять ему говорит возревновал я господи боги саваофии бы сына израилева оставили завет твой разрушили жертвенники твои пророков твоих убили мечом остался я один но моей душе ищу чтобы отнять ее посмотрите как мы заполнены своими проблемами он опять и опять повторяет то же самое вот господь почему я здесь я тебе ревную и вообще я один остался и сказал ему господь пойди обратно своей дорогой куда же не отвечает ему на его жалобы через пустыню в дамасках когда придешь что помашь а заила в царе над сирию и иус и у я сына на месина помашь царя над израилем елисея же сына сафатова из авель михолы помашь в пророка вместо себя господь ты о чем я один остался а он год нет у меня еще задание для тебя и ты его выполнишь прежде чем ты уйдешь с этой земли ты выполнишь мои задания и потом я хочу чтобы мы вот это слушали не то что я посмотрел вокруг ой как плохо меня все оставили я один остался и опять богу говорю об этом господи как так меня оставили а он когда может быть я место высвободил для новых и рядом с тобой окажутся пророки которые должны быть помазаны на следующую стадию после тебя цари которых надо не только в израиле а еще и в другом государстве помазать а это как над сирией а заила помашь причем тут сирия и пророк или и поэтому господь начинает раздвигать наше мышление наши границы влияния и говорит вот для чего я тебя призвала тебе надо с этим что-то будет сделать я верю друзья что у нас сегодня как у церкви есть вот это огромное призвание влиять на людей не только в нашем личном окружении а влиять на тех которые вокруг нас и если наш разум куда-то может простираться то бог точно там может оказаться если у нас куда-то позвал то он имеет виду там сделать что-то через нас и поэтому я хочу чтобы мы сегодня могли понять я прихожу к власти над язычниками когда я побеждаю дух меланхолии дух одиночества дух контроля влияющий на мою личную жизнь я не ищу в ком этот дух работает я для себя его не пропускаю и тогда церковь бога живого выходит на другой уровень власти над язычниками давайте поднимемся пару моментов друзья забыла поэтому сейчас скажу характеристика или уже на итоге смелость высвободить божье слово невзирая на лица он говорил это ахаву слышать божий голос и не оставаться в зоне вчерашних откровений ибо если вчерашнее то небо было бы закрыто до сих пор разобраться с оккультной практикой которая поднимается вокруг нас и не бояться ее и победить давление духа и завели внутри своей жизни вот это четыре пункта которые хочу чтобы мы на финише своей сегодняшней проповеди услышали и в своей жизни узнали что все гряду скоро и возмездие мою со мною чтобы воздать каждому по делам его господь я благодарю тебя что ты грядешь и ты грядешь вскоре чтобы воздать каждому по делам его и в моей жизни и в жизни каждого из присутствующих здесь есть уже какие-то сделанные дела но мы не хотим чтобы наши прошлые дела были больше настоящих поэтому помоги нам делать дело которое будет больше вчерашнего я благодарю тебя что могу высвободить твое благословение сейчас на каждого из нас как силу противостоять духу и завели и не дать контролировать не дать учить не дать влиять на наши эмоции на наши мысли на наше состояние жизни потому что мы дух живого бога носим внутри себя я благодарна тебе что ты сказал я имею немного против тебя поэтому ты не принимаешь это как что-то большое и значимое потому что ты уже это победил и даешь нам сегодня знать об этом как победить дух контроля дух сомнения как победить дух манипуляции нашими мыслями или чувствами и я благодарна тебе что в нас дух живого бога который противостоит этой природе идущий извне на твой народ я благословляю сейчас каждого из нас познать поднять знамя иегова саваоф над ситуациями над обстоятельствами потому что ты тот который совершаешь великие дела и победу твою и в нашем городе господь обнаружить те жертвенники которые еще надо разрушить или которые уже были разрушены не дать им восстановиться я благословляю во имя иисуса христа твоих делателей твоих воинов по разным районам по разным улицам по разным площадям воротам города и на высотах города и воды города боже во имя твое во имя иисуса христа пусть поднимается народ многочисленной и сильной который знает как подчинять воле твоей каждую часть города каждую улицу каждый дом каждый подъезд я благословляю твой народ знать что это право нам от тебя и дух или и сегодня на церкви чтобы не поразить земли проклятием чтобы сердца отцов повернуть к детям а дети могли быть партнерами родителям поэтому во имя иисуса христа я высвобождаю сейчас эту силу эту власть твоего воздействия на умы и сердца людей я благодарю тебя что в твоем присутствии горы тают я благодарю тебя что твое помазание учит и мы принимаем это помазание который поведет нас дальше и даст раскинуть шатры без всякого сомнения дух или и для последнего времени мы высвобождаем этой молитвой церкви мы высвобождаем способность пройти через разрушение и не усомниться но выйти в целостность в иисусе христе выйти в победу пророческого помазания и взять власть над язычниками я благодарю тебя за это господь я благодарю тебя что ты знаешь как ты это творил и будешь творить поэтому мы принимаем эту способность двигаться как двигался или без компромиссного послания невзирая на лица способностью взять власть над любым контролем я благодарю тебя дух святой что принести жертвы которые будут тебе приятны я благодарю тебя что ты позволишь нам слышать голос твой и не жить во вчерашних посланиях а в каждом дне осуществлять то что ты нам говоришь делать и не опоздать в этом во имя иисуса христа я молюсь к тебе ты ставишь печать на церкви твоей духом святым духом пророческим духом для последнего времени который был в жизни или и который до сих пор на этих огненных колесницах может носиться во вселенной и мы принимаем это помазание огненных колесниц мы принимаем это помазание власти распространять милостью помазания я благословляю во имя иисуса христа подняться елисеем подняться елисеем рядом с нами отец да будет так да будет так да поднимаются сегодня делатели в этом духе двойного помазания которое было на или а мы сейчас его принимаем в умноженном уже виде и распространяем его до края земли я благодарю тебя за это бог мой я благодарю тебя за этот царь царствующих и господь господствующих во имя иисуса христа аминь